Всем привет дорогие друзья, с вами Владислав, это канал ноутбук 31. Неудачи в ремонтах случаются у всех, даже у самых опытных ремонтеров. В моих же случаях ремонты были в принципе выполнены, но по тем или иным причинам не доведены до конца или до логического завершения. Сегодня будем пытаться ремонтировать три устройства и это экран или матрица от ноутбука Acer. Со временем она перестала подсвечивать изображение на экране, то есть нет подсветки. Смартфон от компании Honor, он после вечернего залития, а на утро перестал выдавать картинку на экран. Но активность в телефоне есть. А также еще один смартфон от Samsung, он тоже был залит, но после его чистки я столкнулся с очень редкой проблемой, которую не смог решить до сих пор. В этом видеоролике постараюсь максимально передать весь опыт, который я получил в ходе попыток реанимации данных устройств. Узнаете, почему эти ремонты получились неудачными, а в конце я скажу, сколько стоили подобные неудачные ремонты для клиентов. Поэтому присаживайтесь поудобнее, наливайте пивасик с рыбкой и погнали, будет интересно. Начнем, пожалуй, с телефонов. И первым у меня на очереди смартфон от компании Honor и его модель Duo L22 или же просто 7A. Распространенный аппарат бюджетного класса. Со слов владельца он уроднил его в раковину с водой, когда занимался посудомойкой. Вытащил, он еще поработал, но на утро будильник звенит, а изображение на экране ноль. То есть его нет. Давайте проверим дефект. И легче всего это показать, позвонив на него с другого смартфона. Чем я сейчас и займусь. Но если на него позвонить, то есть гудки идут, на экране ничего не происходит, при этом активность в телефоне есть. То есть он вибрирует, работает, но... Honor издает системные звуки звонка, но изображений действительно нет. В этом и заключается у нас проблема, и с этим мы сейчас будем бороться. Приступим к его разборке и дефектовке. Вытаскиваю слот под сим-карты и карту памяти специальным ключом. Попутно обратил внимание на следующий нюанс. Кстати, можете обратить внимание, что телефончик еще ни разу не вскрывался. То есть у него никаких засечек по периметру вообще нет. То есть телефон как новый. И портить его, конечно, не очень хочется лопаткой. Пластиковым спуджером по периметру отщелкиваю защелки задней крышки. Ай, назад защелкнул. Ага, все. Все, все, все. Не критичное, но залитие будет. Смотрим. Так, что мы видим на задней крышке? Так, как бы вот есть следы попадания жидкости, но очень-очень мелкие. Но их тоже не должно быть. Следы попадания жидкости видны невооруженным взглядом на внутренней части задней крышки. Вот в этих местах. Справедливости ради, пломба не снималась, то есть он заводской. Есть еще скотч неотклеенный, который обычно отклеивается с завода. Здесь пломбы нет, странно. Далее при осмотре внутрянки телефона никаких следов попадания влаги не было обнаружено. Что странно, видимо она испарилась бесследно. Откручиваю все видимые винты по периметру и снимаю пластиковую защитную часть, которая прикрывает основную главную плату. На ней расположен шлейф прокладка под динамик. Осматриваю материнскую плату на предмет явных повреждений или залития. Ага, а вот он и первый след. То есть вот в районе кнопки включения у нас пломба. И как видите на ней она, ну как бы она окрасилась. Это нам 100% говорит о том, что жидкость все-таки попала. Нет, отщелкиваем аккумулятор и здесь тоже на плате видны, вот здесь тоже присутствие воды. И меня интересует коннектор шлейф, шлейф дисплея. Перед отщелкиванием шлейфа небольшое уточнение. Дело в том, что при такого рода поведении телефона после залития, обычно на плате страдает либо шлейф дисплея, или сам коннектор, куда этот шлейф вставляется. Поэтому еще на приемке телефона было оговорено, что если ремонт будет стоить до 1000 рублей, то клиент согласен на него. Если дороже, то звоним и уточняем. Его тоже нужно челкнуть и осмотреть. А он на удивление чистый, слушайте. На мое великое удивление шлейф дисплея и сам коннектор целые. Не имеют следов окислов. И это печально. Уже на этапе осмотра я понял, что все мои планы пойдут коту под хвост. Осматриваю масштабы бедствия дальше. Ну, скажем так, в камеру, кстати, вот в камеру затекло, пострадал чуть шлейф камера и сам коннектор под камеру. Отщелкиваю остальные коннекторы и снимаю материнскую плату полностью из корпуса. Необходимо осмотреть ее с другой стороны. О, а здесь прям потяжелой. Смотрите, в нескольких местах сразу окислы и на корпусе, следовательно, пломбы также красные. То есть телефон прям тонул, но уже, видите, влага вся высохла. Так, снимаем. Здесь термопроклодоз и все чисто. Нет, сюда вода не попала. На другой стороне имеются незначительные следы попадания жидкой субстанции. Но ничего страшного. Так как я ничего не обнаружил на плате критичного, собираю все обратно и пробую включать. Вдруг был плохой контакт в разъеме подключения дисплея или же просто глюк, который иногда, но случается в различных аппаратах. Так, телефон завибрировал, но изображения-то нет. Нет как изображения, так и подсветки. На всякий случай разбираю и нижнюю часть. Так как в этом телефоне стоит дисплей, у которого шлейф содержит не только линии самого дисплея, но и всей нижней части. Динамика, разъема питания и антенны. Как вы могли заметить, здесь шлейф один, он общий и широкий. Но ничего подозрительного нет, как на самой плате, так и на шлейфе. Следующий этап диагностики – это подкидывание заведомоисправного LCD-дисплея. Тут алгоритм простой. Если дисплей заработает, то проблема в нем. Иначе в материнской плате. Мне повезло и на запчастях был абсолютно новый такой дисплейный модуль. Давайте его подкинем и найдем виновника. Если залито, то обычно проблема в плате. Как говорится, с чем черт не шутит. Мало ли, может сейчас заработает все. И да, да. Так, честно, я в шоке, но дисплей работает. То есть проблема с самим дисплеем. Видимо, все-таки он пострадал. То есть, скорее всего, электроника пострадала внутри дисплея. То есть, между дисплеем и рамкой, наверное, попала вода все-таки. Получается, что хоть и материнская плата имеет следы окислов, но вышел из строя здесь дисплей. Поклацал его немного и все работает. Виновник найден. Но перед тем, как звонить клиенту, давайте оценим рентабельность данного ремонта. А для этого воспользуемся е-каталогом. Перехожу туда и в строке поиска забиваю Huawei Honor 7a. И как вы можете обратить внимание, этот смартфон настолько актуальный, что еще продается. Стоимость данного экземплярчика, если округлить, от 6 тысяч рублей до 8. Ценовая политика у них стабильная. Наверное, поэтому он так популярен. А вот, судя по отзывам, больше негативных, чем приятных. Но мы же с вами знаем, что хорошие отзывы мало кто пишет. По характеристикам обычный двухсимочный смартфон на китайском четырехъядерном медиатеке, что может дать возможность понтануться перед друзьями. Друзья, с помощью сервиса е-каталог вы можете узнать, где купить такой телефон выгоднее. А с удобнейшей функцией история поиска вы никогда не потеряете товар, который искали ранее. Ссылки на смартфон из видео я оставлю в описании. Обязательные работы. Это чистка от залития плюс пропайка поврежденных мест и замена дисплея на аналог. А пока клиент думает, решил снять дисплейный модуль, чтобы понять, в чем именно проблема. С помощью сепаратора подогреваю смартфон до 70 градусов. Пленочкой с добавлением спирта по периметру прохожу. Делаю все предельно аккуратно, чтобы не повредить дисплейный модуль. Готово. Достаю дисплей из рамки. Так, все. Ну вот, что мы видим. Ну вот, да, в общем, что я показывал. У нас здесь след залития. То есть дисплейчик подзалит. Но честно, никаких следов коррозии я не наблюдаю. Поэтому подкидываю его родной дисплей сверху для проверки. Подсоединяю шлейф дисплея и включаю смартфон. И дисплей снова не включился. И ничего опять. Дисплей мертвый. В общем, сейчас я присмотрелся и увидел, что у нас на самом шлейфе вот здесь есть так называемый прогар. И у меня раз, когда я подключал, был звук такой шипящий. И вот в этом месте, видимо, подгорело. Ну, то есть здесь уже было до этого сгоревшее. Снимаю подсветку дисплея и обнаруживаю причину поломки. Это замечательные кадры под микроскопом. Где прекрасно видно, что сюда попала жидкость и разъела контакты. Очевидно, что дисплей восстановлению не подлежит. Или подлежит? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно почитать. Может, кто такие проблемы восстанавливал. У нас здесь прогар. И, как вы понимаете, никакого смысла нет этот дисплей восстанавливать. В этом была основная причина. Тут банальная замена дисплея. Ничего интересного. Сорян. Но и клиент меня не порадовал. Он не захотел делать данный смартфон. По причине того, что он не хочет в него вкладываться. И оказалось, что он уже купил новый. Вот такое фиаско меня ожидало. Столько ковыряний и все впустую. Теперь переходим к следующему ремонту. А следующий в этой плотной очереди ожидает смартфон от компании Samsung. Смартфон и его модель перед вашими экранами. Это А405FM. Стоил он примерно 13 тысяч российских рублей. Со слов клиента, телефон упал в ведро с водой. И перестал включаться. После как он упал в ведро с водой, больше он не включается. И сейчас мы на зарядку его не будем ставить, так как он был намочен и после этого перестал работать. Поэтому приступим к его разборке и диагностике. Чтобы его разобрать, нужно отклеить заднюю крышку. Для этого я использую тот же вакуумный сепаратор. Термофен тоже подошел бы. Но им можно нагреть только неравномерно. Подогреваю Samsung до 70 градусов. Температуру подбирал опытным путем. При такой температуре клей размягчается. И при этом смартфон никак не повреждается. Пленочкой с добавлением спирта все это дело легко отходит. Какие-то непонятные надписи внутри меня слегка удивили. Внутри как будто какой-то китайский смартфон. Просто как будто подделка. Внутри действительно выглядит все как подделка. Выкручиваю все винты по периметру и снимаю рамку. Осматриваю обе платы на предмет залития. Так, подключаем батарею и да, вот. Вот, вот, вот. Вот здесь обратите пожалуйста внимание, что вот эти элементы это контакты, которые отвечают за кнопку включения и качельку громкости. Здесь имеются следы залития и это очень важно. И в дальнейшем вы узнаете почему. Вот они, следы окислов появились. Чуть телефончик реально был залит. Надо замкнуть. А, и даже вот здесь на задней крышке есть. А, на задней крышке тоже присутствуют следы окислов. На самом шлейфе кнопок, который приклеен к рамке, также присутствуют следы попадания жидкости. И это неудивительно. Просто подмечаем. Так, здесь все чисто. Возможно, вот эта прокладка спасла. Снимаю материнскую плату полностью и осматриваю ее. Никаких критичных дефектов я не обнаружил. Все-таки есть шанс на восстановление. Демонтирую нижнюю плату зарядки. И здесь все чисто. Приступим непосредственно к диагностике. Беру в руки мультиметр и начинаю замеры. Для начала проверяю напряжение на аккумуляторе. 2,6 вольта, аккумулятор разряжен. При этом никаких заниженных сопротивлений по линии БАД нет. Тогда что с ним не так, спросите вы? Неужели просто разрядился аккумулятор? Так как материнская плата особо не повреждена коррозией, я решил сразу ее помыть от залития. Делаю я это очистителем для стекол. Мистер Мускул. Мягкой щеткой все это дело вычищаю. В основном я чистил и продувал то место, где были следы залитой субстанции, а именно в районе контактов на шлейф с кнопками. Готово, место теперь отмыто и следов больше нет. Далее меня заинтересовал шлейф с кнопками включения и качелькой громкости, который тоже подвергся издевкам со стороны влаги. Под микроскопом все это дело осматриваю. На контактах включения имеются следы потемнения металла, а также коррозийные области. Решил пропаять их для более надежного контакта. Теперь собираю все обратно, защелкиваю коннектор аккумулятора и одеваю рамку с кнопками включения. Давайте проверять, есть ли в этом какой-то положительный результат или я снова потерплю фиаско. Так как этот Samsung разряжен, ставлю его на зарядку. Изображение есть и это уже какой-никакой результат. Сначала было потребление равное 600 мА. А затем смартфон переключился на быструю зарядку. 2 А на зарядке меня полностью устраивает. Спустя какое-то время он зарядился до 11%. И можно уже нажимать на кнопку и включать. Устанавливаю обратно все навесное, включая камеры и шлейф на отпечаток пальца. Телефон даже реагирует на кнопку включения и загружает операционную систему. И на первый радостный взгляд кажется, что все со смартфоном в порядке. Но, как говорится, первое впечатление обманчиво. К счастью, все загрузилось, но вас ничего не смущает. Вот меня смущает вот эта надпись. Безопасный режим. К сожалению, на этот момент времени я эту надпись не заметил. И сначала я думал, что так и должно быть. Я его даже полностью заклеил, прилепив заднюю крышку на клей B7000. И тут я понял, что я в безопасном режиме. Что для меня было полной неожиданностью. Ведь до этого я эту надпись не заметил. Попросту оказался невнимательным. Пишет, что в безопасном режиме. Сейчас будем пробовать выходить из него. И даже если нажать кнопку «Отключить безопасный режим», то после перезагрузки ситуация повторяется. И этот режим скоро мне будет сниться во сне. Все равно включен безопасный режим. Не помогло ни обновление операционной системы, никакие другие манипуляции. Да ладно, все равно безопасный режим. Чертов безопасный режим меня преследовал как привидение во тьме. И не исчезал. Так, ничего не остается, как нажать «Сброс настроек». Клиент уже согласился даже на сброс настроек на заводские, так как особо значимой информации в телефоне не было. Ну как так-то? Снова безопасный режим. Где-то в интернете вычитал, что чтобы выйти из безопасного режима, еще можно воспользоваться следующей инструкцией. А именно зажать кнопку громкости «Вверх» на логотипе Samsung. Так, уже вечер. В общем, на логотипе Samsung держать «Плюс». Сейчас он перезагрузится. Вот, на логотипе Samsung зажимаем кнопку «Плюс» громкости. И держим. Посмотрим, будет ли какой-то от этого толк. Думаю, что нет. Толку нет. Но и это также не помогло. И стало очевидно, что проблема где-то глубже. И тут я наконец-таки понял и поймал зацепку. При нажатии кнопки громкости «Вниз» реакции телефона на это событие нет. Придется повторно разбирать смартфон для выяснения дальнейших обстоятельств. Разбираю Samsung снова и добираюсь до узла с кнопками. Здесь однозначно пригодится схема, чтобы понять, что за что отвечает. Загугливаю в Яндексе схему и тут мне повезло. Документация есть в общем доступе. На Samsung A405F. Схематик. Здесь меня интересует узел с кнопками громкости вниз и вверх. Как видны из схемы, на эти кнопки приходит напряжение подтяжки, равное 1,8 В. Через резисторы 47 кОм. Сигнал Volt DN, то есть громкость вниз от английского Volume Down. При закорачивании кнопки на землю сигнал 1,8 падает до 0. И тем самым процессор понимает, что кнопка нажата. Как-то так это работает. Теперь разберем другой участок схемы. На нем видно, что контакт ANT5001, это и есть тот контакт, который отвечает за сигнал нажатия кнопки вниз. Запоминаем всю эту информацию и переходим к проверке. С помощью мультиметра и обычной прозвонки можно с легкостью проверить микропереключатели на исправность. Чем я сейчас и займусь. Так, отзваниваем землю. Это крайний контакт. Так, проверяем кнопки. Кнопка громкости вниз работает. Кнопка громкости вверх работает. Кнопка включения. Все работает. Это была последняя надежда. Если проблема не в физических кнопках и не в шлейфе, а в материнской плате, то это практически нерешаемо. Но я не терял энтузиазма. Мне очень захотелось просто выяснить, а в чем тогда таится проблема. Да и заодно рассказать вам. Теперь давайте проверим, какие падения напряжения имеются у нас на самих сигналах включения громкости вниз и громкости вверх. По идее, у них не должно быть заниженных значений. При проверке контакта, как раз таки отвечающего за кнопку громкости вниз, я обнаружил заниженное значение. Оно составляет 283 мВ, что ничтожно мало. Сравните сами падение напряжения на рядом стоящем сигнале кнопки громкости вверх. Они должны иметь одинаковые падения напряжения и одинаковое, соответственно, сопротивление. Сопротивление у нас этой линии составляет... Ой, тут очень мало, кстати. 220 Ом. И это мало. Поэтому у нас кнопка не срабатывает. Кнопка громкости вверх имеет больше 200 кОм. А наша кнопка громкости вниз, на ней сопротивление, вон и 100 Ом есть. И теперь все стало на свои места. Телефон заходит в безопасный режим из-за того, что кнопка громкости вниз находится в полунажатом состоянии. Далее давайте вкратце. Чтобы не затягивать хронометраж ролика, я скажу, что я проверил всю обвязку и она исправная. Проверил напряжение и оно приходит. А вот кнопка громкости вниз, сам сигнал, засажен со стороны процессора. Так, даже при замыкании пинцетом кнопка громкости вверх есть. Нажимаю кнопку громкости вниз и ничего не происходит. Вот эти контакты замыкаем. Только громкость прибавляется. Можно только вот так регулировать. И это проблема. К моему великому сожалению. В итоге мое сугубо личное мнение, что во всем виновата залитие. Оно провело недопустимый ток в линию кнопки громкости вниз. Например, с линии VBAT. И соответственно процессор вышел из строя по этой линии. Теперь вечно он находится в полунажатом состоянии. Я был очень сильно расстроен, но на этом этапе ремонт закончился. И на этом я с ним завершил. И теперь переходим к следующему ремонту. На ремонтном столе у меня матрица от ноутбука Acer. И ее модель перед вашими экранами. Это N156HGE-EAB. Она с разрешением Full HD и интерфейсом EDP. Неплохая матрица, да еще и не дешевая. Новая такая матрица может стоить 6500 рублей. И это еще без доставки. Ноутбук приехал ко мне с другого города вместе с подписчиком. Из его слов на матрице отсутствует подсветка. Причем она пропадала постепенно. Со временем стала отходить, работать через раз. А потом и вовсе пропала. Давайте проверим дефект. Подключаю матрицу к ноутбуку. Естественно с отключенным аккумулятором. Кстати, конкретно в этой модели ноутбука очень неудобно. Аккумулятор находится в нижней части. И чтобы подкинуть другой экран, нужно его разобрать и снять АКБ. От греха подальше. Включаю ноутбук и давайте посмотрим. Так, на экране подсветки нет. Соответственно ни черта не видно. Если подсветить изображение фонариком. Изображение есть и действительно. Подсветка экрана отсутствует. За кадром я подкинул другую матрицу, аналог. И она без проблем работает. Подсветка горит. То есть проблема в самом экране. А не в шлейфе матрицы или плате. Давайте приступим к ее осмотру и дефектовке. И в первую очередь провожу визуальную инспекцию. Так, при осмотре матрицы я увидел, что шлейф, через который идет подсветка, у нас механически шатается. У нас получается, скорее всего, вот здесь шлейф поврежден. Сейчас будем смотреть. При визуальном осмотре стало ясно, что шлейф на подсветку расположен неудачно. То есть он подвержен излому или механическому воздействию. Давайте посмотрим под микроскопом, к чему это привело. При осмотре шлейфа под микроскопом прекрасно видно, что на нем имеется нехилая трещина. Или же можно сказать, что он изломлен. Естественно, увидев, что шлейф порван, я подумал, что в этом и заключается у нас проблема. А поэтому, почему бы не попробовать его восстановить? Кстати, причиной такого дефекта служит не до конца закрученный винт крепления платы матрицы к корпусу. Это и повлекло за собой трещину. Походу, производитель специально поставил винт с втулкой, чтобы плата плотно не поджималась к корпусу и спустя год эксплуатации вышла из строя. Другого объяснения у меня нет. Так, поизучал другие матрицы подобного типа и у всех шлейф сделан нормально. То есть, идет в коннектор, не запаян на плату. Шлейф идет буквой Г, он гибкий и не такой тонкий, как тот. На этой матрице то же самое. Но люфта здесь на них нет, вот такого, как на этой матрице. Ну, люфта вообще нет, вверх-вниз. То есть, это, я так понимаю, это заводская недоработка, да. И здесь тоже нет люфта. Вот, пожалуйста. Здесь все жестко, жестко зафиксировано. То есть, должно быть жесткая фиксация, потому что из-за этого у нас шлейф и треснул. Приступим к восстановлению. Здесь все просто. Нужно соединить оборванные дорожки медными проводниками. Чем я и займусь. Чисто такая механическая работа, давайте ею займемся под легкую музычку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Готово, все дорожки восстановлены. И вот так выглядит конечный результат. Немного похоже на кустик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь нужно привести матрицу в нормальный вид. А для этого воспользуюсь очистителем Мистер Мускул. Выглядит теперь она как новая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, давай. Так, нет, коротких замыканий нет. На конденсаторах также коротких замыканий нет. Предохранитель по питанию подсветки также целый. В общем, суть в чем, если вдруг есть короткое замыкание по подсветке, где я восстанавливал, то у нас тут всегда есть предохранитель, который вырубится, ну, сгорит. Сгорит и ничего с ноутбуком плохого не произойдет. Давайте проверим, есть ли в этом какой-то положительный результат. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, ну что, я еще картинки не видел. Включение первое, поэтому немного волнуюсь. Вообще первый раз такую работу делал. Ну что, с Богом. В общем, если пойдет дымок или не будет изображения, значит, как говорится, я потерпел фиаско. Подключаю питание. Да или нет? Нет. К большому сожалению, горит индикатор, горит логотип Acer и подсветки нет. Ну, блин. Вот это матрица. Подсветки нет и я был в нереальном шоке. Давайте проверим напряжение подсветки. Вдруг проблема в предохранителе. Напряжение есть, а подсветка не загорается. Честно говоря, я еще раз потом перепаял полностью этот шлейф. Заизолировал все контакты. Все точно прозвонил и обрыв был устранен. Нет. Не работает. Но, к сожалению, дальше матрица неразборная. А проблема где-то глубже. Возможно, перегорели сами светодиоды в ленте подсветки. И я тут могу сказать точно, что потерпел настоящее фиаско. Потратил кучу времени, а взамен ничего. Надеюсь, что хотя бы вы поддержите это видео лайком. Ведь за диагностику и попытку ремонта этих аппаратов, всех трех, я не взял ни рубля. Так как я говорил, что считаю, что попытка ремонта дает новый опыт. А денег за нерезультат лично я брать никогда не стану. Копилочка опыта снова пополнена. И надеюсь, он передастся и вам. И на этом, к сожалению, это видео подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно и полезно. Еще увидимся, но уже в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok